Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Есть тема, связанная с транспортной доступностью, с освещением. С какими вопросами пришли на прием к Лидии Антоновой жители округа, расскажем в выпуске. Гарантированно никаких воздействий на строение не будет, а также не будет ударно-шумовых работ. На Октябрьском проспекте началось строительство путепровода. Мы с нетерпением ждем и желаем, чтобы вам побыстрее и получше поставили пары. Когда рентген-кабинет в Центральном поликлиническом отделении снова будет принимать пациентов, смотрите в сюжете. Самое главное при себе иметь ролики и защиту на коленки, на локоть и шлем. Это единственное требование. В парке Наташинские пруды прошло торжественное открытие роллер-дрома. А теперь обо всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в Люберецкой администрации. Работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. Люберецкая полиция зарегистрировала 1990 сообщений. Из них 176 происшествий, 26 преступлений. За отчетный период совершено 145 ДТП, в которых пострадали два человека. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона за семь дней совершили 48 выездов. В их числе четыре натушения пожаров. Пострадавших нет. Аварийных отключений на объектах тепловода, газа и электроснабжения не было. В округе продолжают капитальный ремонт подъездов многоквартирных домов. Из 149 подъездов в 131 работы завершены. Вся информация предоставлена на сайте Люберца и РФ в разделе ЖКХ. Каждый житель может зайти, посмотреть время, когда и в какие сроки выполняется их подъезд. К работам по содержанию городских и дворовых территорий за минувшую неделю привлекли более тысячи человек и 108 единиц спецтехники. Сотрудники дорожных служб устранили ямы общей площади 388 квадратных метров. Большую работу провели сотрудники административно-технической комиссии. Три постановления на общую сумму 15 тысяч рублей за незаконный сброс мусора. Пять постановлений на общую сумму 25 тысяч рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора. Одно постановление на общую сумму 3 тысяч рублей за парковку автомобилей на газоне. Два постановления на общую сумму 8 тысяч рублей за нарушение тишины и покоя гранина. Участники совещания обсудили вопросы, связанные с вывозом мусора и уборкой автомобильных дорог, скосу травы и опиловки деревьев. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Московской областной думе Лидия Антонова провела прием населения в Люберцах. С какими вопросами жители городского округа обратились к парламентарию, узнал наш корреспондент. Елена Михеева воспитывает пять дочерей. Со своей большой семьей живет в поселке Томилино. Квартира перешла по наследству от дедушки. Многодетной маме выделили земельный участок в Раменском районе, но женщину такой вариант не устраивает. Мечтает построить дом и жить в пределах городского округа Люберцы. Здесь детей воспитываю, здесь школы, сады здесь. Нежелание переезжать связано и с тем, что вокруг выделенного земельного участка нет инфраструктуры. Есть вопросы к работе и кадастровой службы. Долго оформляют документы. Начинаем с сегодняшнего дня работать. Телефоны вам все дадут. Вам здоровья. Девочки, будем работать. Спасибо. До свидания. Прием граждан заместителю руководителя фракции партии «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова проводит в Люберцах ежемесячно. Как правило, жители озвучивают не только те проблемы, которые касаются их лично. Во время таких бесед решаются и актуальные вопросы, связанные с развитием городского округа. Есть тема, связанная с транспортной доступностью, с освещением. Есть категории людей, которые проживают, например, не в больших квартирных домах, а в маленьких частных каких-то или не очень маленьких домах. Они тоже обращаются, говорят, когда дойдет до нас очередь, чтобы у нас было светло на улице. И вот мы в таких случаях, естественно, получаем точку зрения людей, работаем с администрациями. Записаться на личный прием к представителям «Единой России» может любой житель городского округа Люберцы. Для этого необходимо обратиться в общественную приемную местного отделения партии. В округе прошла очередная встреча с жителями. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и сотрудникам правоохранительных органов. Как прошла встреча, расскажем в нашем следующем сюжете. Встреча в формате выездной администрации прошла в 27-й школе. Наибольшее количество обращений коснулись жилищно-коммунального комплекса, работы общественного транспорта, благоустройства дворовых территорий и парков. Татьяна Кузнецова попросила обратить внимание на улицу воинов-интернационалистов. Это нечетная сторона, там, где идут все магазины. Все-таки такая улица воинов-интернационалистов. Хотелось бы, чтобы эта улица была более благоустроена, более соответствовала этому званию. Все-таки мы должны чтить всех погибших ребят. Надо благоустроить и сделать эту зону более безопасной. В ближайшее время сотрудники Люберецкой администрации проведут на месте рабочую встречу и с жителями обсудят благоустройство улицы. Многие люберчане, которые привыкли отдыхать в Наташинском парке, интересовались вопросом, как будет задействована территория катка в летний период. Ответ получили сразу. Здесь будет роллер-дром. Люди, которые приходят, это, как правило, активные люди. Они зачастую не столько о себе или о своих проблемах, сколько о проблемах в городе, в доме. Все вопросы рабочие. Начиная от безопасности и камеры на детской площадке. Есть вопросы по садику или, допустим, многодетная семья по семейному участку. Тоже же не решишь в одно касание. Это тоже нужно. Есть очередность, она отслеживается. Все обращения жителей зафиксировали и взяли в работу. Многие из них решали на месте. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В центре Люберец прошел митинг, посвященный ветеранам боевых действий. У памятника воинам-интернационалистам собрались участники афганских и чеченских воин, члены общественных организаций «Молодежь». Матери вдовы Люберчан, которые погибли в локальных войнах и военных конфликтах, пришли отдать дань памяти героям. Давайте помнить тех, кто там остался, и благодарить тех, кто оттуда вернулся. Алексей Неконоров проходил срочную службу 20 лет назад. Тогда, в 2002 году, вместе со служивцами, 18-летним пацаном, он попал в Чечню, где в течение 7 месяцев принимал участие в боевых действиях. Война оставила в его судьбе глубокий след. Участники митинга по четыре минуты молчания о память погибших и возложили цветы к памятнику скорбящему ангелу. В Люберцах приступили к строительству путепровода между улицами Красной и Смирновской. Его протяженность составит 473 метра. Работа проводится в рамках первого этапа реконструкции главной транспортной артерии округа Октябрьского проспекта. Подробности в материале моих коллег. Первые шаги возведения путепровода строители приступили к устройству свай под опоры искусственного сооружения. Будущий объект дорожной инфраструктуры будет опираться на 15 опор. Чтобы свести к минимуму динамическое воздействие на близлежащие постройки, в работе используют современные технологии. Работы по переустройству инженерных стетей, устройству свай и опор путепровода завершат к концу этого года. Далее строители приступят к монтажу пролетного строения. И со второго квартала 2023 года начнут обустраивать проезжую часть путепровода. Открыть по нему движение планируют уже в конце следующего года. Строительство данного объекта позволит существенно снизить транспортные заторы на данном участке. Данный путепровод позволит обеспечить транзитное движение без светофоров, без пробок будет. На участке реконструкции параллельно продолжается строительство новой ливневой канализации, устройство пешеходных зон и укладка асфальтобетонного покрытия на боковых проездах. В конце июля этого года приступят к строительству подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Красной. На улице Мичурина продолжают строительство школы на 1100 мест. Необходимость ее возведения вызвана острой нехваткой образовательных учреждений в Краскове. Открытие новой школы позволит ликвидировать в поселке учебу во вторую смену. Полным ходом ведем разработку котлована и через 20 дней приступим к монолитным работам. На конец июня земельные работы выполнены почти на 40% от общего объема. Глубина котлована соответствует проектной документации. Под основным корпусом 3 метра, под крыльями более полутора. На стройплощадку уже начали завозить материал, который защитит от грунтовых вод фундаментные плиты. Завершаем подготовительный период. Наши подъездные пути, организацию строительной площадки, части механизации, освещения. Жители совершенно спокойно относятся. Нет никаких вопросов ни к проведению работ, ни к организации строительной площадки, ни к содержанию окружающей площадки территории. В настоящий момент на стройплощадке работают 15 человек. Инженеры технического надзора, геодезисты, экскаваторщики и электрики. Четырехэтажное здание школы на 1100 мест построят по соседству с детским садом. Территорию благоустроят и облагородят. Рядом создадут современную парковую зону и обустроят спортивное ядро, где смогут заниматься все жители. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжается подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. В округе профилактический ремонт проводят сразу в нескольких котельных и центральных тепловых пунктах. На одном из объектов теплоснабжения, где проводят реконструкцию, побывал Владимир Ружицкий. Чистим горелки, убираем кирпич грязный, который упал, свалился сейчас. Котельная на улице Ленина в Октябрьском была построена в 1980 году и обслуживает 15 тысяч населения поселка. Мелкий ремонт оборудования здесь проводят по мере необходимости. Теперь настало время модернизации самой котельной. Проводим работы плановые по ремонту котлов, вот как раз ДКВР. Там проводим кладку, меняем экраны. Далее проводится работа по замене запорной арматуры в узле химводоподготовки, замена труб. К ремонтным работам и замене оборудования здесь приступили 27 июня. Насосы уже заменили на современные и более эффективные. Электроэнергии они потребляют меньше, зато тепла дают больше. Мы котельную в понедельник остановили и стоит задача в течение двух недель сделать по максимуму вот эти работы, дабы людям дать горячую воду, потому что это тоже от котельной. Тепло в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в округе даёт 81 котельная. На конец июня к отопительному периоду Люберцы готовы более чем на 30%. Готовность жилого фонда и объектов теплоснабжения должна быть полностью обеспечена до 1 сентября. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. За содержание дворовых территорий в округе несут ответственность управляющие компании. В Люберцах их три десятка. Условия работы разные. У одних в зоне обслуживания большая часть домов, построенных ещё в советское время, у других только новостройки. Владимир Ружицкий проинспектировал благоустройство одного из дворов в микрорайоне Красная Горка. Этот многоквартирный дом на проспекте Победы введён в эксплуатацию 10 лет назад. За чистотой двора здесь следит не только управляющая компания, но и сами жители. В полисадниках они ежегодно высаживают цветы, обрезают и уформируют декоративные кустарники, пропалывают клумбы. И, конечно, следят за порядком у подъездов и в зонах отдыха. Всё изменилось в лучшую сторону. Сейчас у нас устроены, благоустроены детские площадки. Чистота. Дворники убирают, уборщики. Особенно вот те вот места, где мусор. Вы довольны? Я довольна, да. Ограждения придомовой территории везде окрашены. А чтобы не оставляли на газоне и тротуарах машины, установлены парковочные столбики. На особом контроле у управляющей компании – спортивной и детской площадки. Свежий песок завезли в начале лета. Мы вот эту площадку обустроили, сделали в прошлом году. Поэтому здесь, по сути, всё новое. Тем более вот лето, замечательная погода, утро. Всё чистенько, зелено. Сама погода создаёт настроение. А когда тут ещё посмотришь, всё достаточно хорошо ухожено, ну, получаешь удовольствие. Не везде так, как вот у этого дома. Наша задача, по крайней мере, стремиться, чтобы везде был порядок. В округе 679 дворов. Комфорт и уют придут в каждый из них. Но это не только зависит от качества работы управляющих компаний, а прежде всего от самих жителей, которые должны соблюдать чистоту. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы отметили День соседей. Это новый, но уже устоявшийся формат дворовых праздников, который объединяет культурно-развлекательную и информационную программы. Мероприятие прошло в рамках реализации партийных проектов «Единой России», школы грамотного потребителя и жителей МКД. Цель организаторов – возродить традиции добрососедства и повысить информативность населения в жилищных вопросах. Жители проконсультировались с представителями власти и управляющих компаний, а заодно и весело провели время с семьёй и соседями. Праздник состоялся при поддержке местного совета сторонников партии и актива «Женщин России». В Центральном поликлиническом отделении проводят капитальный ремонт рентгенодиагностического кабинета. Демонтажные работы завершены. Впереди замена полов, электропроводки, отделка стены и установка современного медицинского оборудования. Когда рентгенкабинет снова примет пациентов, узнали мои коллеги. К капитальному ремонту кабинета, в котором проводят исследования пациентам травмпункта, приступили в апреле. Черновые работы выполнены. Приступают к отделке стены потолков. На период ремонтных работ всю нагрузку и поликлиники, и травмпункта на себя взял один кабинет. Нам очень тяжело здесь, на этом одном аппарате, принимать больше ста человек. Он не выдерживает нагрузки. Мы с нетерпением ждём и желаем, чтобы нам побыстрее и получше поставили аппарат. Диагностический кабинет будет состоять из процедурной комнаты и пультовой. В помещении сделают многоуровневое освещение, а стены покроют специальной штукатуркой, которая защитит от проникновения излучения. Когда ремонтные работы завершат, специалисты установят цифровой рентгенаппарат. Рентгеноборудование закуплено. Сегодня ведётся ремонт в этом помещении. Я думаю, что до конца августа месяца оно здесь будет установлено, и будут совершенно другие возможности. И главное, для врачей, которые будут работать, будут комфортные условия. Кроме ремонта рентгенологического кабинета, в рамках реализации государственной программы Московской области здравоохранения Подмосковья, в округе отремонтируют два здания службы скорой помощи. Кабинеты Люберецкой областной больницы оснастят новым оборудованием, ангиографической системой, мамографами и рентгенаппаратами. Все работы планируют завершить в сентябрю. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 20 лет они дарят заботу тем, кто в ней особенно нуждается. Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации Люберецкий отметил юбилейную годовщину со дня основания. В честь этого события сотрудники и подопечные учреждения устроили праздник. На него пригласили и нас. Такая атмосфера царит здесь часто. Часто подопечный приходит не только за получением социальных и реабилитационных услуг, но и отдохнуть душой и провести свободное время в компании единомышленников. Лидия Бархоткина посещает центр уже 10 лет. Больше всего любит музыкальные занятия. Мне очень нравится, когда я здесь бываю. Очень мне всё нравится. Нравятся мне работники все. Здесь такая благоприятная атмосфера, что некоторые, по моему наблюдению, сюда ходят всё время, как организовали, беспрерывно. Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» был создан 28 июня 2002 года. За два десятилетия его сотрудники протянули руку помощи тысячам людей разного возраста. Услуги реабилитации детей-инвалидов, услуги реабилитации взрослых инвалидов с 18 лет. Это лечебная физкультура, массаж, физиотерапия. Это услуги психолога, это прокат технических средств реабилитации, коляски, костыли. Это сейчас новый проект «Активное долголетие». Сегодня социальное учреждение посещает более 400 человек. Это жители городских округов Люберцы, Держинский, Котельники и Лыткарина. С днём рождения их общего дома подопечных и сотрудников центра поздравил глава «Люберец» Владимир Ружицкий. Центр социальной защиты – это некое заведение, где можно получать удовольствие от жизни, от общения, где-то набираться энергетики положительной и просто радоваться жизни. К поздравлениям присоединились и депутаты городского округа «Люберцы». В качестве подарка преподнесли фрукты и сладкие угощения. Празднование юбилея продолжилось за чашкой чая в сопровождении музыки и песен. «Ознают каждый в любви в концу вете, о всех мы узнаем, что все мы в ответе». Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Председателю Люберецкой общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Нине Белоусовой 85 лет. Её адрес в эти дни прозвучало много тёплых слов. Поздравить юбилеар приехал в Томилино и глава городского округа «Люберцы» Владимир Ружицкий. «Я вас приветствую. Я рад вас всегда видеть. Спасибо. Вы молодец. Вы нам сейчас расскажете, как вам удается быть в такой форме». Глава округа поблагодарил Нину Фёдоровну за многолетнюю общественную работу и вручил знак отличия «Благодарю». Люберецкую организацию бывших несовершеннолетних узников фашизма Нина Белоусова возглавила 23 года назад. Тогда в неё входили более 500 человек. Сегодня только 102. В их числе и Нина Фёдоровна. Ей не было и четырёх лет, когда началась война. Но самые страшные эпизоды остались в памяти. «Жгли нашу деревню полностью. Нас немцы выгнали на улицу, а деревня – сто домов. Вот мы стояли на улице, а дома горели». Жить стало негде. Семью приютила знакомая в соседнем селе. Но и здесь было небезопасно. Когда мимо дворов проходили немцы и полицаи, местные жители прятались. «Выгоняли всех из подвалов, и вот шли по улице и расстреливали. Всех. Мы остались живы. Почему? Потому что не успели выйти. Вот первые, кто вышел из подвала, вот бабушка наша была расстреляна в этот момент. А мама нас прямо в охапку и обратно в подвал. И мы остались живы». Кого не убили, фашисты погнали в сторону Белоруссии, Польши и Австрии, где заточили в концентрационные лагеря. Нине вместе с мамой, братом и сестрой ужасы концлагерей удалось пережить. После окончания школы Нина Белоусова перебралась в Подмосковье, работала на электровакуумном заводе и на предприятии «Лазурь». Когда вышла на заслуженный отдых, стала собирать информацию о бывших малолетних узниках концлагерей и через два года издала книгу. Для Нины Федоровны важно, чтобы никто из тех, чье детство опалила война, не был забыт. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Жители микрорайона «Самолет» бьют тревогу. На Черном озере гибнет рыба. Опасения по поводу состояния водоема вызывают и изменение цвета его поверхности. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехали экологи, представители Росрыболовства, а также сотрудники прокуратуры и Люберецкого водоканала. Подробности в материале моих коллег. Я хожу каждый день утром. Вот здесь есть тропинки вдоль озера. Одна из причин покупки квартиры в этом районе для Валерия Полякова – вид из окна на Черное озеро. Мужчина любит наблюдать за природой и ее обитателями. С осени прошлого года стал замечать, что состояние водоема ухудшается. По его словам, это привело к сокращению численности водных птиц. Чомга здесь водится. До сих пор, кстати, несмотря на то, что идет застройка, чомга в этом году не стала гнездиться. То есть я видел, если раньше я видел, что три пары здесь гнездилось, я просто люблю наблюдать за птицами. В этом году покрутилась одна пара, и она исчезла. Сомнений, что Черное озеро нуждается в обследовании, не осталось, когда на его берегах стали замечать мертвую рыбу. На поверхности водоема местами появились вот такие оранжевые пятна. Жители предполагают, что они и являются причиной гибели рыб. Это оказались микроэлементы, которые плодятся в теплой воде. Микроэлементы не являются причиной мора рыбы. Это однозначно. Данными микроэлементами также питаются и косяки рыб, и утки, и чайки, как мы видим. То есть у нас задача найти источник сброса или источник причины мора рыбы. Во время проверки специалисты осмотрели колодцы и канализационные люки, расположенные вокруг озера. Незаконных сбросов водоем не зафиксировано. Сети канализации, они в самотечном исполнении выполнены, и пересечения с ливневой канализацией они не имеют. Как-то проблем нет. Чтобы выяснить истинную причину гибели рыбы, на озеро пригласили представителей Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Специалисты отобрали с разных участков озера, пробы воды и донных отложений. Можем оценить негативное воздействие на водный объект и степень влияния на рыбу, на кормовые организмы. Результаты исследований станут известны через две недели. Они помогут специалистам принять верные меры для решения экологической проблемы. Лето – это период активного отдыха, когда появляется возможность загорать и купаться в водоемах. Но во избежание трагедии на воде отдыхающие должны проявлять бдительность. Люберецкие спасатели совместно с Управлением по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям провели рейд в парке Наташинские пруды. Уважаемые отдыхающие, просьба соблюдать безопасность на воде. К наступлением жаркой погоды многие жители предпочитают отдыху воды. Взрослые дети катаются на катамаранах, плавают в лодках, а самые смелые и спортивно подготовленные оттачивают навыки вейкбординга. Для водных развлечений в округе определено три места. Наташинские пруды, Малаховское озеро и Большой Кореневский карьер. На всех вот этих перечисленных водных объектах у нас также имеются спасательные посты. На посту имеются необходимые средства спасения, значит, круг, дальше спасательные жилеты, имеется лодка. Особое внимание уделяется отдыху пожилых людей и детей. На постах каждый день несут службу шесть спасателей. Они проводятся дыхающими разъяснительной беседой, рассказывают правила безопасного поведения на воде. Рабочий день спасателей с 9 утра до 21 часа, но нередко им приходится дежурить до глубокой ночи. Родители приходят с горячительными напитками и за детьми не наблюдают. Приходится бегать постоянно, доставать из воды, вытаскивать и объяснять, что нельзя купаться там дальше 15-20 метров. Недавно был случай, еле успели спасти ребенка. Бывают случаи, когда не только детей спасаем, но и взрослых. Только в прошлом году на водных объектах округа погибли шесть человек. В этом году один. Совместные рейды по безопасному поведению на воде будут продолжать в течение всего купального сезона. Находясь у водоемов, жители не должны забывать о безопасности. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Проверить и оплатить долги, не выходя из дома. С помощью электронных сервисов это стало возможным. На сайте Федеральной службы судебных приставов работает Банк данных исполнительных производств. С его помощью можно узнать о наличии задолженности как у физического, так и у юридического лица. Как воспользоваться услугами интернет-платформы узнала наша съемочная группа. Покнулась я с этой ситуацией, конечно, впервые. Пришло мне уведомление на госуслуги о том, что у меня имеется задолженность. Информацию Мария Борисова проверила на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Для этого достаточно было ввести фамилию, имя и дату рождения. Данные о наличии задолженности появились на экране. Девушка тут же погасила ее через портал госуслуги. Но тем не менее решила прийти на прием к судебному приставу. Убедиться, что платеж прошел успешно и к ней больше нет вопросов. Уточнила я погашенную ли задолженность, так как я ее оплатила онлайн. И мне выдали бумагу о том, что мое производство завершено. Все-таки мы привыкли, чтобы больше доверять бумажному носителю. Доверять электронным документам тоже можно. Главное – пользоваться официальными интернет-ресурсами. Есть несколько способов онлайн обращения к судебным приставам. Один из них – электронный сервис госуслуги. Граждане могут узнать о задолженности своей, о возбужденных исполнительных производствах, а также оплатить задолженность на этом сервере. Также существует электронная база данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов, в которых также возможно узнать о наличии исполнительного производства и онлайн его оплатить. Обратиться к судебным приставам можно и по единому номеру группы телефоновообслуживания. Дежурный специалист работает каждый будний день с 9 утра до 6 вечера. По пятницам звонки принимают до 16.45. Дистанционное мошенничество набирает обороты. С каждым днём преступники придумывают новые схемы обмана и с каждым днём, несмотря на предупреждения, всё больше людей попадается на их уловки. Сотрудники Люберецкой полиции продолжают вести профилактическую работу. На этот раз они проводили разъяснительные беседы с жителями Малаховки. Чстили случай мошенничества, будьте повнимательнее, ознакомитесь с брошюрой. Предупреждён, значит вооружён, считают сотрудники Малаховского отдела полиции. Поэтому регулярно раздают брошюры с информацией о дистанционном мошенничестве. Сегодня вряд ли найдётся человек, к которому ни разу не поступали подозрительные звонки. Кто-то пытался снять деньги с вашей карты. Чтобы не стать жертвой преступников, достаточно придерживаться одного золотого правила. Я обычно, когда они звонят чужие, не беру трубку. Слышу чужие разговоры, я тут же кладу трубку и всё, никаких. Никаких разговоров. Но если разговор всё-таки состоялся, не спешите выполнять требования незнакомых людей. В этом году на территории обслуживания Люберецкой полиции по статье 159 возбуждено 244 уголовных дела. Если вам поступают смс-сообщения или звонки якобы от представителей банков и в связи с блокировкой карты, например, или с просьбой сообщить личные данные, а также данные вашей кредитной карты, номер карты, либо набрать определенный номер в банкомате, запомните, никакие представители банка звонить вам не будут и просить у вас информацию личного характера. Также сотрудники правоохранительных органов напоминают, что если вы стали жертвой мошенников, нужно не умалчивать об этом, а обязательно писать заявление в полицию. В этом году стражи порядка раскрыли 49 дистанционных преступлений. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Спорт помогает подрастающему поколению развиваться физически и духовно, самоутверждаться и достигать новых вершин. Чем самбо привлекает ребят и как помогает им в жизни, смотрите в нашем следующем сюжете. Каждое утро Ислама Натова начинается с тренировки. По примеру своих друзей он с детства посещал занятия вольной борьбой. Позже увлекся самбо. Ему было 14, когда семья переехала из Нальчика в Люберце. И здесь он продолжил любимое дело. Самбо – это вид спорта, который развивает абсолютно все мужские качества, как сила воли, характер, целеустремленность и так далее. Поэтому я считаю, что для мужчины это самый подходящий вид спорта. За 8 лет спортивной жизни в Люберцах Ислам неоднократно становился победителем и призером престижных турниров по самбо. Теперь передает свой опыт подрастающему поколению. Ребят, собираемся на тренировку, строимся. На занятия к Натову мальчишки и девчонки ходят с большим удовольствием. Василий Лобанов увлекся самбо с первых тренировок. И впереди у 10-летнего ученика 20-й гимназии большие планы. Каждую тренировку я узнаю что-то новое. Я точу всякие приемы. Я тоже хочу добиться очень больших успехов, как и мой тренер. Таких спортсменов, как Вася Лобанов, у Ислама Натова 100 человек. Младшие воспитанники – ученики начальной школы. В этом возрасте мальчишкам свойственно хулиганить. Чтобы они не дали себя в обиду и смогли за себя постоять, тренер вкладывает в них частичку себя. Конечно же хочется еще, чтобы они стали профессиональными спортсменами, чтобы я смог повлиять на их спортивное будущее, чтобы вложить в них все свои умения, навыки и знания. В федерации самбо городского округа Люберцы – 11 тренеров. Всего в секциях на регулярной основе занимаются более 500 мальчишек и девчонок. И многие с соревнований возвращаются с победными кубками. Равняйся. Смирно. Рей. 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 Богдан Колесников, Дени Зоугольников. Телеканал ЛРТ. В парке Наташинские пруды состоялось торжественное открытие роллер-дрома. Площадку для массовых катаний построили на месте ледового катка. Новый спортивный объект в первый же день стал местом притяжения жителей городского округа. Подробнее расскажет наш корреспондент. Рей. Право первыми опробовать новый роллер-дром получили профессиональные спортсмены. Фигуристы Московской областной федерации роллер-спорта, а также призеры чемпионата России и мира показали зрителям свои лучшие номера. Качеством площадки остались довольны. Он хорошо скользит. Я планирую сюда ходить. Мне очень понравилось. Я готова сюда ходить. Приходить на роллер-дром могут не только спортсмены, но и все любители катания на роликах. Ограничений по возрасту нет. Вход на площадку свободный. Самое главное при себе иметь ролики и защиту. На коленники, на локотники и шлем. Это единственное требование. Проката пока нет. Прокат планируется чуть позже. В ближайшее время тоже. На открытие роллер-дрома пришли в основном юные жители городского округа. Кроме нового спортивного объекта их ждал еще один подарок, а точнее сюрприз – бесплатное мороженое. Я всем пожелаю хорошего настроения. Впереди лето. Сегодня замечательный такой солнечный, теплый день. Получайте удовольствие. Наслаждайтесь спортом. Спорт – это здоровье. Спорт – это настроение. Спорт – это развитие. Спорт – это воля. Роллер-дром работает каждый день с 9 утра до 9 вечера. Кроме массовых катаний здесь будут проводить различные мероприятия и мастер-классы. Планируется открытие бесплатных спортивных секций. В летнем режиме многофункциональная площадка будет принимать посетителей до октября. Затем она снова преобразится в ледовый каток. А на этом выпуск завершен еще больше подробностей. Смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова